Девушки отдыхают Доброе утро Ну наконец-то! Здорово! Ну и как прошла ночь? Как-как, скучно? Знал бы, девушку пригласил А так, ни трупов, ни секса Сплошной облом Ладно, мне пора Желаю хорошего рабочего дня Пока Пока Дима, поешь нормально Не, нормально Слушай, я хочу поговорить с тобой про Сашку Марина, давай вечером Вечером я не могу, у меня вернисаж Вернисаж? Эротика Эротика, придешь? Я не знаю, как сложится день Но на эротику прийти постараюсь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Михаил Владимирович Проспорили? Плохо, Алена? Плохо Ноги жесткие, как в циркуле Семенишь перед прыжком Михаил Владимирович Ну что вы начинаете? Она ж первая пришла Первая пришла Девочки, здесь вам не пионерлагерь Не расслабляйтесь Так, давайте, пошли на заминку Пошли, пошли, пошли Ну а победителю Наклоны вперед со штангой Что? Девушка, плохо слышите? В спортзал Ну что, дышим, дышим, восстанавливаемся Что опять не так? Алло Не забывайтесь Инакин Степанович Да Климов пришел Пусть заходит Надя, приказ готов? Печатаю, проходите Инакин Степанович, добрый день Привет, присаживайся Ну что, надумал? Надумал Только, может быть, какой-нибудь разгон взять Я в бюрократии в этой ничего не понимаю Да ты не пугайся Ничего тут страшного нет Хирургом стать гораздо сложнее Месяц меня не будет в Москве Вот тебе и разгон Ты мне лучше скажи Ты дома сообщил? Жена знает? Нет, не успел еще Не думаю, что она обрадуется Наверное Вообще-то, хорошая жена Сама понимает Что из 45 лет трудовой деятельности любого врача 15 лет врач не ночует дома Ночные дежурства, пациенты, срочные операции Семинары, учеба Либо ты женишься на женщине Либо на клинике Ну да, что-то вроде этого Спасибо Спасибо, Надюша Держи С завтрашнего дня Все решения по клинике Ты принимаешь самостоятельно Ну что, Дима Как говорится Приме мои сочувствия Да, уж спасибо Я очень надеюсь на тебя Ты видел? Фу, глупость какая Ты о чем? Я про тренажер Ненавижу фискультуру Не понимаю, зачем ты его купила Чтобы быть в форме Фу, господи С ума все посходили с этой формой Знаешь, Нонка Я, наверное, не современный человек Мне надо что-нибудь попроще Саквоя, знаешь ли, в руки И по деревням, как Чехов, людей лечить Ладно, хватит Я тебе о климах говорю Смотри Целую статью о нем написали Просто гений трансплантологии Никто и рядом не стоял Какой-то Лобачев написал Знаю такого Димкин и Маринкин Одноклассник Да? Ну и что скажешь? Ну а что сказать? Грохольский, Климова В директора клиники тянет Как? А ты? А я, Ноночка Как был замом Так замом остаюсь Боюсь Ну перестань Перестань, Нон, не заводись Ты же знаешь Димка прекрасный хирург Ты хирург не хуже Может быть даже лучше За тобой традиция У тебя дед, у тебя прадед, у тебя отец И все они, между прочим, медицинская энциклопедия А этот? Ну перестань Все так просто Климова, знаешь, тоже не мальчик Гриша, я не понимаю Тебя все устраивает? Ну, возможно, в жизни меня не все устраивает Но это, знаешь ли, фортуна Кому-то она улыбается А кому-то кукиш показывает Ладно Знаешь, за улыбку фортуной бороться надо Вот и борись А меня, пожалуйста, оставь в покое Черт Да Дмитрий Николаевич Здрасте Ира Привет Ой, ой Может сразу дверь на ключ закрыть? Ты так не шути Здесь шуток не понимают Такое нам с тобой припишут Ну и пусть я-то уже привыкла Да, ты привыкла А меня пожалей Я теперь исполняющий обязанности директора Ну ты не переживай так Я думаю, что это ненадолго Почему? А вдруг, к примеру, я займу это место? Да ты что? Угу Наглая и красивая И поэтому у тебя все получается Дима Я не наглая Я просто уверенная в себе женщина Я тебе говорила год назад, что я буду работать в Москве Говорила Я в Москве работаю? Работаешь Вот то-то же Поэтому ты не отмахивайся Ты лучше прислушивайся Как ты устроилась? Ты знаешь, ничего Очень даже хорошо Как семья? Семьи нет, развелась Испугался? Ты уникальная женщина Угу Я еще к тому же Хирург экстра-класса И в этом никто не сомневается Ты первая И в Испании мы с тобой хорошо спелись В операционной Слаженно Мы с тобой в Испании Не только в операционной спелись Слаженно Ладно Хватит лирихи Давай к делу Давай О, прошу прощения Простите, кажется, помешал Гриш, Гриш, зайди Зайди, познакомься Ирина Константиновна Оленьчева А, наслышан Приятно И мне тоже приятно Григорий Антонович Гольцов Да Дима, прошу прощения Дмитрий Николаевич уже теперь Поздравляю, поздравляю С тебя причитается По полной Ну что же Еще раз Очень приятно Ну Ладно Увидимся Это ты мне про него рассказывал? Гриша Хорош Ален Ален Ален, я не понял Что ты здесь делаешь? Ален, что случилось? Тренировка окончена Как окончена? Так Ален 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 Ты что-то как маленькая Что ты наезжаешь Все время Тем более при девчонках Ален 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 Да прекрати ты так реагировать Все сразу догадаются А все и так догадываются Или что? Ты меня стесняешься? Да? Пусти меня Не пущу Пусти Вот глупая Чемпионат Выиграем И перестанем прятаться Хорошо? Алло Ален 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 Ты мне что Предложение что ли делаешь? Ой, не знаю Какая из меня жена-то будет У нас же вместо Кухня будет Спортзал И что мы там будем делать? Да все у нас будет И семья, и спорт Доброе утро, красавица Здрасте Здрасте Значит, нам сегодня поступила новая пациентка Лоленкова Ей срочно нужно сделать гемодиализ Пересдать анализы Мочевина Креатинин Калий Запишите Да мы и так запомним Нет, так не надо Надо записывать Я сейчас пойду поговорю с ее дочерью А вы, девочки, пожалуйста, поторопитесь Видала? Да вообще круче не бывает Так она уже с Климовым на ты У нас И Гольцов Облизнулся И у Володечки Очки блеснули Будьте добры Скажите мне Нет, ну вообще-то она Эффектная женщина Она? Подай, пожалуйста Да, мам Да, мам А кто это? Я просто за городом сейчас Ну часа через полтора Что-то не так? Маму почки отказали Ну постой Ну нужно было уезжать Аленушка Ну нельзя же так У тебя своя жизнь Тренировки У тебя скоро соревнования В конце концов Я ей сиделку предлагал Ну не хочет она никого Знаешь, как она называется? Не знаю Знать не хочу Она моя мать Ален Ален Ален, постой Прости Прости, любимая Все Я еду с тобой в больницу Садись в машину Не надо Почему? Будешь нервничать Я издергаюсь Потом у тебя вечером тренировка Пожалуйста Снимите все это Ничего не надо Здрасте, приехали Как это не надо? А зачем же вы тогда Скорую вызвали? Да это не я Это соседка Миленькая Ну значит придется потерпеть Вы же сама медик Вы должны понимать Если с вами Не дай бог Что-нибудь случится Мне первые за вас Голову снимут Не нужно ничего Алена Ален Я думаю Что минут 20 Вы спокойно можете Здесь побыть А потом я вас найду Хорошо? Таня Мама, как же так? Ты же мне обещала Не хочу Ничего не хочу Папу не вернешь Мамочка, понимаешь? Ай, не надо Я сама к нему Пойду Мама, посмотри на меня Мама Ну что, что, что Что, Алена Зачем ты приехала? Ну зачем? Ты меня сиротой Хочешь сделать? Ну что вот Ты вон спортсменка Чемпионки готовишься А в детстве Славенькая была Ножки как спички Тоненькие Тоненькие Мама, о чем ты говоришь? Тебе операция нужна Ты понимаешь? Это целая история Да и где я возьму Ты ее Почку-то? Нет Ой, спит Доброе утро Ой, здравствуйте Людмила А вы заходили К мужу? Ну туда ведь Никого не пускают Так мы Через стекло Виделись Выглядит он Неплохо Записку у нее Передал Ну и замечательно Собственно говоря Об этом я и хотел узнать Дмитрий Николаевич Спасибо вам огромное Если бы не вы Прекратите Во-первых Сделано пол дела А во-вторых Самое главное То, что он теперь не одинок Дмитрий Николаевич Можно вас на минуточку? Дело в том Что моему Васеньке Будут тоже делать операцию На сердце Вот как и Олегу Тучкову Я бы очень хотела Вас попросить Чтобы его оперировал Не Григорий Антонович А вы А что случилось? Да ничего не случилось Просто Вы так хорошо сделали Олегу операцию Что Руки вас золотые Да А мой Васенька Он же пожилой человек Ему нужен особый подход А? До свидания До свидания Зря вы так говорите Почему? Потому что Григорий Антонович Замечательный хирург Я просто думала Что раз они в одной палате Так может быть все таки Как то Извините То что вы предлагаете Это как то Немного неэтично Все будет хорошо Не волнуйтесь Да, Миш Все очень серьезно Ну, в общем Ей пересадка нужна Миш Почки, Миш Потому что Ее собственные Не работают Миша Я не кричу Что? Какая тренировка? Ты что с ума сошел, Миша? Какая тренировка? Миша? Чуть потише Здесь больные Ой, все, все, все Все, пока Все, Фасенька Все, прошу Что ты так не волнуйся Хорошо? Все, что скажу Зачем тут дело Так вдох Выдох Господи, какой ты у меня Красивый Все Двое селушек Прошу Я тебя дождусь Я никуда не буду уходить Я буду здесь Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Соскучился? Уврешь? Нет Ну, а почему же ты тогда за целый год ни разу не позвонил? Я знал, что ты приедешь Вернее, чувствовал Ну, что-то не скидка Ну, там катается, мы идем Алена Вы, пожалуйста, не волнуйтесь Давайте сделаем так Давайте сделаем так Сейчас придет Дмитрий Николаевич Это наш ведущий хирург Я думаю, что он вам все объяснит лучше меня Просто поговорить и все, а? Вот как раз Дмитрий Николаевич Здравствуйте Алена Лаленкова Здравствуйте Присаживайтесь Алена, послушайте меня Ваша мама находится на искусственной почке Мы пока вынуждены ждать Чего ждать? Ну, мы вынуждены ждать трупную почку А что, ничего другого придумать нельзя? Нет, ну, почему? Конечно, можно В таких ситуациях обычно больных спасают их родственники Я имею ввиду кровные родственники Значит, моя почка подойдет Да, я готова Да, Алена, подождите Вы знаете, лично я не хотела бы, чтобы вы принимали такое решение под влиянием эмоций Почему? Сегодня вы спортсменка Вы делаете стремительную карьеру А завтра после операции все по-другому Все меняется, меняется режим Предстоит тяжелая реабилитация Вы понимаете, что это не пуговицу перешить? Ну, я думаю, что не все так пессимистично, как рассказывает Дмитрий Николаевич Все реалистично, просто я хочу, чтобы вы не на эмоциях принимали решение Я прекрасно понимаю, что вам жалко маму Прекрасно понимаю А на себе крест ставить вам не жалко? Что вы меня отговариваете? Просто мы хотим, чтобы вы обо всем еще раз хорошо подумали Вот и все Значит, попробуем Привет Привет Ну вы клеймовый тихошник Ну что? Ну как? Мы уже директором клиники назначили, а у тебя вернисаж Подожди, Диму? Директором клиники? А ты что, не знала? Да ладно Слушай, да мы же с ним не видимся У него то больные, то лаборатория Ну, зато теперь такой статус Хорошо, что делать будем? Ручки О, ручки, как у козы за коречки Ну это мои деревяшки А прическа? Прическа будет попроще, без вот этих начесов У тебя теперь такой мужик при такой должности уведут Марина Слушай, ты ко мне придешь? Ну почему? Ну выставка называется «Эротика и жизнь» Да? Да Ну тогда интересно Настенька, позовешь меня Галю и Сусану, да? Спасибо Только у меня пригласительного нет? Ой, я забыла Сейчас, сейчас, сейчас 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 Еще у нас будет фуршет 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 Фуршеты я люблю Все Посмотрим Ну, приходи Приду, приду Девочки Добрый день Марину видим Чтоб через два часа сияла как солнце Хорошо Работаю, прошу Идемте Здорово, Дим Какие люди Привет Здорово Здорово Я тебе скажу, вид у тебя вполне хирургический Да, я в доктора бы пошел, пусть меня научат Да, только тебя в доктора никто не возьмет Я же помню, как ты над школьной газетой фанател Ты прирожденный журналист, Славка Кстати, спасибо тебе огромное за статью Читал Честно? Да Нет Пересказали Ну что с передачи? Грохольский письмо подписал? Нет Грохольский письмо не подписал Как так, Адим? Как так? У меня с каналом уже договоренность, а? Ладно, ладно Ты не кипятись Правда, серьезное дело Ну Когда собираетесь передачу снимать? Когда? Когда от вас разрешение получим, тогда и будем снимать Это же тоже день в день не делается Нужно сначала больных отобрать Помещение посмотреть, как свет ставить, где камеры Извини Нормально Да Да, Марин Про что не рассказал? Ну, во-первых, я исполняющий обязанности директора Во-вторых, это на месяц, пока Грохольский в отпуске Про вернисаж помню Но Прости, я пойти на него не смогу Ну, ты же сова понимаешь А вот обижаться не надо Это Марина? Да, Марина А я же ее сто лет не видел Тоже в медицине? Нет, не медицина Она у меня свободный художник Занимается скульптурой деревянной Славка, у нее сегодня вернисаж, кстати Да ты что Выставка Правда, не персональная, но пару работ отобрали Хочешь сходить? Нет, не хочу, я про дерево не пишу Нет, там не дерево, там что-то связано с эротикой Чего ты смеешься? Я сам ее работу не видел, но Вдохновлял? Ну, она теперь обижается, что я не могу пойти с ней на открытие Слав, ну сходи, ну Вы сто лет не виделись, пообщайтесь, поговорите А я не могу, у меня тяжелобольная поступила Ей надо почку еще найти Ну, ладно, считай, что уговорил Тем более, Марину увидит не пытка, а наслаждение Ну, ладно, вы еще Добрый день Дима, вот согласие дочери Лолинковы на операцию Она все-таки решила отдать почку матери Ну, что ж Нужно назначать анализы на гистосовместимость И чем быстрее, тем лучше Отличный сотрудник Да ладно, ладно, ты письмо хотел подписать? Пойдем Нужно пойти ко мне в кабинет Пойдем А что ты сразу не сказал, что ты его, а? Его Ну, мог похвастаться Конечно Я директор Сосуды, Григорий Анатольевич Шире Еще шире Что, так неуверенно в первый раз, что ли? Нажим Внуку вяжете? Да нет Мужу моему Васеньке Вот, ворот довяжу И все Лишь бы не похудел Да с чего ему худеть Ему же все-таки не на желудке делают операцию А на сердце Приготовиться к включению кровотока Зажим Сосуды, Григорий Анатольевич Вытри лоб Лоб вытри мне Быстро Да-да-да Шире Шире я сказал Ой Что с вами? Ой Что-то кольнуло Давление 60 на 20 Тампон Даю Еще один Быстро, быстро, что ты возишься Минутку Шире Я даю Пошел Взор адреналина Дофамин Есть Григорий Анатольевич Разряд Разряд Еще разряд Еще Не получается Следую Дорогие Дорогие Молодые Уфы Анатольевич Поехали. Девочка. Женщина, вы куда? Я к Васеньке, к мужу моему. Какой муж? Там операционная, нельзя туда. Ну да, но ему здесь операцию делают на сердце. Фамилия как? Марков. Закончилось всё, нет его. Идите к врачу. Как закончилось? Так быстро. Как закончилось? Как? Деточка! Ой. Васенька. А вы к кому? Здрасьте. Девушка у меня пропала, утром выехала. Сказала, что сюда. Мать у меня здесь с почкой не лежит. Мы без разрешения врача пропусков не выдаём. Так я по записи. Ага. Вот. Там лифт направо. Поднимайтесь. Там комната ожидания. Я думаю она там. Угу. Спасибо. Пропуск. Пропуск. Там, там, там. – Ага. Девушки отдыхают. Артур. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне позвонили из операционной. Что произошло? Марков умер. Почему? Как? Я не знаю, Дима. Понимаешь, этого не должно было случиться. Это все шло идеально. Идеальная операция. Ты знаешь, какие случаи у меня были? Сколько народа я вытянул, ты помнишь? Я все перепробовал. Никакого эффекта. Я не знаю, что произошло, Дима. Я в морге буду ночевать. Но причину узнаю. Скажи мне, это все? Это конец? Подожди. Подожди, Гриша. Тебя пока никто ни в чем не обвиняет. Пока? Спасибо, друг. Спасибо за пока. Послушай меня. В жизни каждого хирурга бывает... Я не каждый, Дима. Я не каждый. Прости. Конечно, ты не каждый. Не каждый. Фух. Григорий Антонович. Здравствуйте. Там жена Маркова. Пусть подождет. Скажи, пусть подождет. Хорошо. Да, Иннокентий Степанович? Да, все в порядке. Вернее, не совсем. Марков умер. Причина нам неизвестна. Да, конечно, конечно. Гриша в подавленном состоянии. Простите меня, но я с вами не согласен. Я с вами не согласен, потому что... Потому что инструкция – это одно. А реальные обстоятельства – это совершенно другое. Простите. Хорошо. Хорошо. Что? Старик отстраняет меня от операции? Только до выяснения причин. Проведем вскрытие и... Да, конечно, все правильно. Я не против. Это надо сделать. Обязательно. Ты с женой Маркову будешь говорить? Дима, может, ты поговоришь? Я... Я в плохом состоянии. Гриша, это не дело. Ты лечащий врач. Давай, соберись. Алёна? Алёна, что такое? Телефон отключила. Мне глупости наговорила. Миша, я сдала анализ на гистосовместимость. Зачем? Я хочу почку маме отдать. Нин, ты домой идёшь? Давай, я жду. Понимаешь, у них нет органов. Ты что, с ума сошла? Ей никто не может помочь, кроме меня. Понимаешь, Миша? Она лежит вот там вот. Сейчас. И умирает. Ну, Лёна, ну что ты придумал, а? Никто не умирает. Твоя мама в больнице, ей никто не даст умереть. Всё будет хорошо, слушай. Миша, это от них не зависит. А от кого? От судьбы. Вот умрёт какой-нибудь человек, будет почка. Алёна? Это я виновата. Это вот, это вот я виновата. Да при чём здесь ты, Алёнушка? Потому что меня никогда не было дома. Тренировки, тренировки, тренировки. Олимпийские игры, тренировки. Да при чём здесь тренировки, Алёна? Послушай меня так. Всё! Всё, не трогай меня. Хватит мне отговаривать. А я не отговариваю, Алёна. В конце концов, кто я такой? Тренер? Утром на стадионе, вечером пироги печём. Алёна, мы пожениться собирались. Миша, не дави на меня. А я не давлю, Алёна. Как ты с одной почкой рожать собираешься? Ничего. После операции поправлюсь. С одной почкой тоже рожали. Да мне плевать, кто там рожал с одной почкой. Они думают, что они с тобой делают, Алёна. Миша, ты что? Я всё понял, Алёна. Она моя мать, Миша. Я пойду сейчас и всё узнаю, что они с тобой делают. Миша, постой, постой, Миша, подожди. Так нельзя, Миша. Это больница, Миша. Алёна, а так как ты, можно? Утром невеста, а вечером инвалид. Скажи мне, Алёна, ты это сама решила? Или тебе врачи помогли? Я сама. Я сама. Сомневаюсь. Вот сейчас пойду и узнаю, сама решила или нет. Не трогай меня. Зина, где там Маркова? Ушла? Ну, ладно. Алёна, может, всё-таки не стоит? Если мама умрёт, я себе никогда этого не прощу. Думай, тут нечего. Ну, 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 Алёна, 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 всё будет хорошо. Я уверен, эти бумаги она подписала под давлением. И в суде я это докажу. Вы право не имейте так поступать. Мы работаем исключительно на основании закона о трансплантации, где чёрным по белому записано родственное донорство, разрешено. Но Алёну никто давление не оказывал. Это её выбор. Но утром она совсем другой была. Об этой почке она даже не думала. Мать есть мать. Вы бы сами как поступили? Да, наверное, так же. Вы поймите, здесь дело даже не в спорте. Я люблю Алёну. Я хочу, чтобы она была здорова. В конце концов, я хочу, чтобы она родила. Понимаете? Дима, Дмитрий Николаевич, я только что из лаборатории. Вот анализы Алёны Лаленковой на агистосовместимость. Ничего не понимаю. Это уже повторно. Я когда первый раз получила, сама не поверила. Думала, ошибка. Можно вас попросить на минутку выйти? Да ради бога. И дверь будьте любезны, прикройте. Ты видишь ни одного совпадения, ни по одному антигену. Ты понимаешь, что это значит? Я понимаю, это значит, Алёна не родная дочь Лаленкова. Да. Так что ни о каком донорстве дочки-матери речи быть не может. Конечно. Светлана Васильевна, добрый вечер. Катя, как вы себя чувствуете? Спасибо, нормально. Хорошо. Светлана Васильевна, вопрос, конечно, деликатный, но я вынужден вам его задать. Скажите, Алёна ваша родная дочь? А почему вы спрашиваете? Светлана Васильевна, если мы спрашиваем, значит, в этом есть необходимость? Так родная или нет? Нет. Мы с мужем её в доме малютки взяли. Трехмесячную. А как вы узнали? Анализы показали. И ни одного совпадения? Она анализы сдавала? Погодите. Погодите. Она решила мне свою почку отдать? А вы в этом сомневались? Ну, как же. У неё своя жизнь. У неё Миша. Друзья, подруги. Мы с ней почти не видимся. Она всегда занята. У неё спорт, соревнования, победы. Всё. Светлана Васильевна, но она выбрала вас. Господи, боже мой. Девочка моя. Я её одну хотела оставить. Ты можешь не гудеть? Б-б-б-б. Что? Мешаешь. А что случилось? Да у меня тут почка двоим подходит. Федота в первой в очереди, а Ларенкову экстренно госпитализировали. Она совсем плохая. Интересно, кому отдадут? Ну, у вас же начальство всё решает. Ну, пусть и решают. Вот, попейте водички. Девочка. Извините, Дмитрий Николаевич. Что? Из центра донорства звонили. Ну, и что? Вы не поверите. Есть почка? И все параметры совпадают. Попадай. Ну, что же, Светлана Васильевна, я, конечно, поздравить вас не имею права, потому что операцию мы ещё не сделали, но готовиться к операции мы будем. А все эти работы твои мамы? Нет. Вот эта мамина, кстати, моя любимая. Ну, такая... Красивая. Да. Я хотел сказать, красная и большая. Вот эта. Ну, это не мамина работа, но... Представляю нас так лет через тридцать. Саша. Не дай бог. А вот это самое главное. Вот. Я, можно сказать, к этой работе приложил руку. И куда же ты ей приложил? Очень смешно. Во-первых, я эта полена сам вёс на электричке. Это раз. Ну, а во-вторых, правда, мама разрешила немножко подшлифовать. А где она сама? Да где-то тут была. Сейчас посмотрим. А, вон она, вон. Стоит. Красавица. Это она? Здравствуйте. Дети мои. Здравствуйте. Вика. Я Марина. Александр. Вот. Мама вот этого вот балбеса. Балбеса. Ну, собственно, познакомил и мы пойдём. Как? Вот так. Конечно. Приятного вам вечера. Приятного вам вечера. Всего звук по ней познакомили. Это не папа. Папа, как обычно, в клинике работает. Это, ну, папин друг, журналист какой-то. Маринка, я забыл. Я тебе говорил, что ты талантливая? Спасибо, Славка. Как до этого докатилась? Слав, сама не знаю. Правда. Я тебя послушаю. Ну, хорошо. Было много метаний. Был медицинский институт, была журналистика. Потом я вышла замуж за Климова, родила вот это чудо. Отличная работа. Да, 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 дорогой. Потом, что, закончила заочно исторически и, собственно, успокоилась. И вдруг, откуда ни возьмись, вот дерево. Пинцет. Пинцет. С Compare Пинцет Нужны А ты ведь меня по школе не помнишь. Почему не помню? Помню. Ты был такой правильный, всех у нас обличал. Да. А я думал, ты никого кроме своего Димы не видишь. Ну, правильно думал. А ты знаешь, что я в тебя влюблён был? Славка, да прекрати. А то вы со своим климом такие счастливые, светлые. Ну, потому что счастливые были. А сейчас? О, Нонна, давайте познакомиться. Слушай, выставка просто потрясающая. Я вся вот этой сексуальной энергетикой пропиталась. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ей обещала. Скажи, а где Гриша? Ой, Гриша, слушай, он позвонил в таком жутком настроении. Ничего не объяснил, он в общем потом, думаю, расскажет. Я вас не представила. Это Нонна, моя подруга. Это Слава Лобачёв, журналист. А, да, очень приятно. Очень приятно, Нонна. Здравствуйте. Ой, журналист. Так, а, это вы о Климове, кстати, выписали, да? Да, да, написал. А у вас есть визитка? Есть. Можно? Конечно. Да, а я свою вам дам. С удовольствием. Может пригодится. Нонна, между прочим, хозяйка салона красоты. Да. Мы не только женщинам олаживаем, но и мужчин. Уже пора, да? Да нет, что вы. Вы, можно сказать, юный рыцарь. Нет, у нас уже есть рыцарь. Муж. Да? Ну, так и где он? Где? Где? А, там же где твой? Да, так и живем. Нашел? Нашел. Пропускаю, можно? А. Спасибо, до свидания. До свидания. Простите. Ничего, ничего. Послушай, я все-таки не понимаю, почему они у меня почку набзяли. Мне сами же сказали, что от родственников лучше всего приживается. Ален, тебе это объяснили. С мамой совместимости нет. Генкод абсолютно папа. Разве так бывает? Раз на миллион, но бывает. Ну, вообще-то мама всегда говорила, что я папина дочка. Ну, вот видишь, а. А может, они тебя испугались, а? Ты ведь у меня крутой. Крутой. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА